приветствую вас мои дорогие и сегодня нас ждет невероятная тема а точнее продолжение темы которую я начала раскрывать не так давно это взаимоотношения между мужчиной и женщиной и как стать и быть женщиной вдохновения что конкретно вдохновляет мужчину на действие что конкретно вдохновляет в женщине когда мужчина готов к тому чтобы слышать ее прислушиваться слушать и делать с большим уважением те вещи о которых просит сама женщина так что если вам эта тема интересна давайте продолжать ну что мои дорогие самое главное в чем ценность данного видео в том что в этом видео я не буду считывать информацию и смотреть пространство я не буду высказывать исключительно свое мнение на этот счет а я поступила мудрее я просто взяла и обратилась с этим вопросом к своему мужчине к своему мужу и на мой взгляд это намного ценнее услышать мнение мужчины все у меня зафиксировано видите на листике на памятником поэтому до наше видео произойдет очень таким быстрым на мой взгляд это основа основ так вот когда я задала вопрос он ответил на него не сразу он мне в начале сказал о том что ты знаешь я совершенно не знаю мне непонятно я не понимаю а я спрашивала но вот ты задумайся над тем вот смотри ты реализуешь все мои мысли все мои желания озвученные это реализуешь какие-то мои мечты ты реализуешь покупки каких-то очень крупных объектов которые поистине там дорогостоящие ты это делаешь очень легко у тебя не возникает внутри конфликта до что или там какого-то протеста что нет я это делать не буду поэтому мне было очень важно услышать и он задумался он не сразу же сказал и первое что он не сказал это умение расположить к себе что имеется виду умение расположить себе это поистине умение это поистине навык эта энергия эта энергия очень мягкая очень обволакивающая которые не отталкивает знаете вот можно что-то попросить и вот как он говорил о том что тоже это зафиксировала что ей женщины которым хочется сразу же отказать сразу же молниеносно горит она даже еще не договорила уже хочется то он говорит самое ценное это именно вот это умение следующее самое важное чтобы она была авторитетом для мужчины и когда я задала вопрос я являюсь авторитетом он говорит безусловно ну как бы да я в его для него в его понимание являюсь авторитетом человеком которому можно прислушаться человеку ту информацию которую он производит будет ценная и естественно я могу сказать тогда это не всегда могло быть так потому что для мужчины для того чтобы твое мнение на тот или иной счет было авторитетным должно пройти время должны быть складываться определенным образом ситуации где мужчина смотрит и он проверяет а насколько это является истиной а насколько то что она озвучивает является правдой и на это можно обращать свое да свой фокус внимание с и к этому прислушиваться и было также очень интересно подчеркнуто что самое главное чтобы у нее был внутренний стержень да что такое внутренний стержень это когда женщина знает чего она хочет женщина которая вот про успешность в определенной сфере деятельности мы также поговорим которая да у которой есть свое мнение на тот или иной счет она не стесняется не боится его озвучить мало того она не призывает его разделять да вот это вот очень важное такое умение когда ты озвучиваешь и не ждешь что другой человек будет мыслить также ты когда ты даешь возможность другому человеку проявляться совершенно иначе чувствовать совершенно иначе видеть совершенно иначе но оставаться при своем ми мнение и быть гибкой в любой момент показывать что ты можешь поменять свое мнение а если ты услышишь в другом авторитарность если ты в другом каком-либо мнении у тебя произойдет отклик и ты не будешь таким знаете упертым бараном который будет говорить нет вот у меня есть свое мнение вообще все идите в сад нет когда присутствует гибкость и ты в любой момент времени может сказать да ты знаешь вот я скорее всего была не права здесь я не так прочувствовала вот я прислушаюсь следующий момент при полной женственности он сказал и он на этом акцентировал внимание и это также является вот до полная правда и полной ценностью когда есть внутренний стержень когда женщина не боится заявить о себе когда женщина не боится показаться глупой хотя про глупость он сказал о том что это ужасно когда женщина глупая но глупая вы понимаете да показаться глупой показаться неопытной в какой-либо сфере но озвучить свои мысли да а по поводу контекст глупости это в прямом смысле да когда женщина глупая он говорит у нее сразу же есть желание и отказать вот сразу же говорит такое состояние что ну все понятно до свидания вот поэтому женственность сейчас знаете есть такая тенденция а когда ты все сам да вот я сам себе хозяин и все остальные до свидос происходит такой момент мужественности такой момент силы настоять на своем и так далее и это все полностью убивает женственность полностью а вот эта совокупность и такая алхимия женственности плюс внутреннего стержня и он сказал о том что я задала вопрос в чем формируется вот это вода авторитарность авторитетность в том когда есть определенные знания в той или иной области определенные знания где ты являешься мастером где к тебе люди прислушиваются где причем не имеет значение в какой сфере деятельности да в моем случае до его по всей видимости мотивирует восхищает тот аспект что я имею успех в сфере энергетической психологии да он видит результативность там порой может прочесть обратную связь отзывы моих клиентов до ему импонирует тот аспект что ко мне обращаются мужчины за консультациями да мне доверяют ко мне прислушиваются и этом распространяется на любые сферы образно говоря если женщина профессионал и она является там мастером в сфере кулинарии круто в медицине круто и так далее до любые отрасли где женщина занимает определенное положение что такое определенное положение она не пустышка дайте бы просто кто-то туда поставил а это подтверждает твоими профессиональными успехами подтвержденными тем же самым денежным эквивалентом до той же самой обратной связью и так далее вот собственно все что меня поразило меня поразило то что не прозвучало совершенно ничего касающиеся внешности от слова совсем а именно были выделены вот такие аспекты соответственно да как вывод что именно с такой женщиной мужчина он чувствует себя мужчиной ему хочется реализовывать ему хочется создавать и это вот в женщине совокупность мягкости и внутреннего стержня подтвержденного определенной результативностью понимаете да можно просто на словах сказать какой-то офигительный это пустышка а можно увидеть подтверждение а подтверждение нам всегда дают другие люди и на это также мужчины обращают внимание не просто обращают внимание как еще раз повторюсь это были единственные пункты вот поэтому мои хорошие вкладывайте в свое саморазвитие вкладывайте в свое самопознание будьте профессионалами которые горят той деятельностью которые занимаются при этом сохраняйте свою женственность при этом сохраняйте свою мягкость если есть желание чтобы я поделилась каким образом я озвучиваю и говорю о своих желаниях пишите в комментариях если их будет много и с огромным удовольствием поделюсь раскрою эту тему с вами была анна лещенко я вас бесконечно люблю ценю вас обожаю вообще могу сказать о том что у меня поистине потрясающая аудитория отзывчивая добрая искренняя вкусная всегда мне кажется аудитория это отражение самого человека поэтому вы у меня невероятно крутые люблю целую обнимаю и до скорых встреч пока пока